Доброго дня дорогие участники рады вас приветствовать на нашем сегодняшнем вебинаре тема сегодняшнего вебинара разбираем крупнейшую свободную экономическую зону дубай мульти коммодити центр dmc центр глобальной торговли сырьевыми товарами за и против меня зовут максим коренев а рядом со мной кирилл бондаренко мой коллега рад вам его представить да спасибо пожалуйста если вы нас хорошо слышите и видите поставьте плюсик в чат если у вас возникают какие-то вопросы пожалуйста пишите также и технического и не технического характера мы будем рады вам ответить ну что же предлагаю то начать я вижу что появились первые плюсики но здесь сегодня нам конечно повезло то есть мы можем сказать счастливчики почему потому что нам досталась тема абсолютную celebrity среди свободных экономических зон дубая мульти коммодити центр является пожалуй одной из самых престижных свободных экономических зон выбирать и дубай сегодня мы с вами о свете поговорим немножко о самом умирать и дубай объединенных рабских эмиратах ну и конечно же подробно остановимся на dmc который как я уже выразился является просто знаменитостью среди всех свободных экономических зон объединенных рабских эмиратов предлагаю начать с того чтобы напомнить нашим уважаемым слушателям что же такое объем арабские эмираты где они расположены ну в общем то какая какой их географическое устройство и политическое стратегическое расположение в регионе персидского залива хотел бы напомнить что объем арабские эмираты соседничают с такими крупными странами как саудовская аравия как иран с такими менее крупными но тем не менее довольно таки развитым экономическом плане как странами как аман как бахрейн соответственно в общем и целом они располагаются в регионе персидского залива который традиционно славится огромным количеством запасов в области нефти газа полезных ископаемых несмотря на то что то те же объем арабские эмираты в основном население средоточен в городах другая территория представляет из себя пустыня тем не менее как мы увидим а им удалось создать довольно таки развитую экономику особенно в последнее время и конечно лидером в этом плане является эмират дубай уникальное сочетание государственного устройства и форм управления напомню что объем арабские эмираты это абсолютная монархия при этом у них федеративные государства я бы даже сказал скорее больше как конфедеративное государство ввп надушное население девятое место в мире что достаточно высокий показатель занимает 13 место в мире в рейтинге легкости ведения бизнеса который готовится всемирным банком это тоже достаточно высокий уровень высокая позиция напомню что россия занимает там порядка на 30 месте ли что-то около того ближе там к сороковому крупнейшими торговыми партнерами объемах рабских эмиратов являются на удивление япония традиционно китай который является не кажется крупным партнером по экспорту и по импорту за другие страны практически в любую страну какую-то который мы могли бы только проводить вебинар в том числе особенно сейчас в россии индия традиционно здесь я хотел бы сделать такую ремарку хотя бы напомнить что до прошлого года основными инвесторами в экономику эмирата дубай были именно предприниматели из индии и в принципе нам сказать что большой пласт населения в данный момент объемах рабских эмиратов составляют именно выходцы из так называемой южной азии это прежде всего как раз индия это пакистан то есть огромное количество людей оттуда в настоящий момент проживает трудиться в объемах рабских в целом насколько мне известно примерно только 11 процентов населения является коренными эмирациями если можно так выразиться в общем то здесь вот такой интересная полное отсутствие налогообложения для большинства отраслей до недавнего времени напоминаю что мы с вами являемся свидетелями рождения самого молодого корпоративного налога в мире и возможно что за ним последует еще и другие налоги до беденок рабских эмиратов но на настоящий момент действительно несмотря на то что там достаточно будет низкая ставка 9 процентов но все-таки он уже будет распространяться на гораздо большее количество видов деятельности чем это было до недавнего времени до недавнего времени под налогообложения в объемах рабских эмираты попадали только такие отрасли как банковская только такие отрасли как нефтегазовая промышленность обрабатывающая промышленность в этих отрасли там нефти нефти и газа настоящий момент ситуация меняется я думаю что мы с моей коллегой ариной садько из группы по подготовке финансовой отчетности обязательно в ближайшее время подготовим или с кем-то из других моих коллег подготовим отдельный вебинар посвященный налогообложению в объединенных арабских эмиратах но пока что следует заметить что какой бы вид деятельности у вас не был важным перед тем как принять решение о регистрации компании все-таки сделать такую двойную проверку обратиться к вашему консультанту чтобы он посмотрел будете ли вы платить налог не будете ли вы платить налог ну и в общем то вот наверно вот это важный момент но вместе с тем хотел бы напомнить что корпоративного который был введен в объединенных арабских эмиратов составляет всего девять процентов и в целом мы можем с уверенностью сказать что для компаний среднего и большого бизнеса это конечно минимальная ставка налога на прибыль сейчас которая существует в развитых стран да и насколько я знаю очень много исключений есть конечно конечно очень много исключений поэтому это не означает что все будут подлежать налогообложения но некоторые не всякого сомнения отрасли на переходим к нашему следующему слайду да ну что ж давайте поговорим несколько подробнее про непосредственно дубай то есть тот эмират в котором находится дмсс в прошлый наш вебинар был посвящен мальквейном там было достаточно много интересных фактов которые касались там населения и прочее прочее поэтому пользуясь случаем всех призываю посмотреть наш предыдущий вебинар уверяю вас там достаточно много интересной информации что касается эмирата дубай то он относится так называемым южным эмиратом куда относится помимо него только обудове то есть это два наиболее развитых и наиболее богатых эмиратов что имеет большое значение когда мы говорим про восток все-таки там вопрос репутации расположения он играет несколько большее значение чем в странах ну скажем так с европейской традиции да где-то зачастую на там не знаю на внешний вид или еще на что-то обращают меньше внимания и уделяют этому меньший приоритет что можно сказать еще дубай занимает первое место в региональном рейтинге качество жизни дубой дубай лучший город в во время ближнем востоке первое место по темпам повышения качества жизни ну здесь следует отметить что конечно именно эмират дубай даже по сравнению с абу-даби который традиционный считается более богатым эмиратом по по залежам полезных ископаемых да и соответственно который занимает более высокий ранг в таком рейтинге эмиратов до внутри объединенных рабских эмиратов то здесь надо сказать что конечно дубай он за счет своей привлекательности и так называемые слова не люблю вставлять английские слова здесь по-другому наверно не обойдешься условно говоря лайфстайла данный резион конечно выдался вперед и все больше и большее количество людей со всего мира не только из россии а хотели бы и хотят и и переезжают туда жить они на звук самых богатых эмиратов как мы сказали самый населенный эмиратов где на рабских эмиратов его население даже несколько выше чем бобудами третий по важности центр экспорта в мире после гонконга и сингапура он является крупнейшим логистическим хабом здесь не надо забывать что у нас уже был тоже вебинар посвященный джавзи и так называемый designate free zone как выделенная огороженная свободно-экономическая зона но и дмсс у которого кстати джавзи кстати это интересный момент у джавзи и у дмсс подписано соглашение о партнерстве которое позволяет компаниям и дмсс пользоваться услугами логистическими и складскими в джавзи без дополнительной там регистрации где такое единственное соглашение которое есть удивительно да она существует 2016 года и позволило значительно значительно облегчить нужно взаимодействие между этими двумя крупнейшими свободными экономическими зонами по поводу крупнейших тоже потом поговорим мне кажется через один слайд потому что нас джавзи называлась крупнейшей свободно-экономической зоны теперь у нас дубай мать кому-то крупнейшая свободно-экономическая зона поэтому наши слушатели могут несколько запутаться но мы дадим на этот счет свои пояснения второе место занимает в юнорадский эмиратов по площади после абу-даби стабильная экономика открытый инвестиционный климат что отмечено многими международными рейтингами в том числе это таким как freedom of finance foundation то есть там тоже объема русские эмираты стабильно занимают высокие места в рейтинге свободы ведения бизнеса удобно достигаемость для стран персидского залива как я сказал это достаточно крупные страны такие как иран поэтому большое количество населения что тоже в общем то имеет значение учитывая что это крупный логистический хаб в общем то многие китайские компании многие компании индийские уже создали там свои подразделения свои дочерние предприятия и зачастую когда речь идет о какого-то рода я бы не сказал сомнительно да но сделках которые в иных обстоятельствах могли бы быть подвергнуты разного рода ограничением со стороны международных структур в объединенных арабских эмиратов такие сделки могут быть слава богу пока что проведены и мы видим что зачастую это даже проходит очень даже хорошо с другой стороны мы видим что конечно есть попытки каким-то образом на эту историю повлиять буквально сегодня прочитал новость что индия обратилась запросам соединенные штаты америки чтобы разблокировать там некоторые операции которые как раз проходили в объединенных рабских эмиратов и касались драгоценных металлов то есть с одной из компаний которые в общем-то находится под экономическими ограничениями ну что же пойдем дальше поговорим вообще вот один сиси что же это за свободная экономическая зона и почему я назвал ее такой знаменитостью среди свободных экономических зон вот вы видите рейтинг который составляется компании fdi это компания которая отслеживает прямые иностранные инвестиции по всему миру и она на протяжении последних семи лет отмечает game сиси как наиболее удачную успешную комфортную для ведения бизнеса свободную экономическую зону здесь отметить что буквально там рекомендую всем ознакомиться с этим отчетом если кому-то будет интересно то вы можете обратиться к нам и мы вам обязательно предоставим него ссылку буквально по пятам за ним идет долянская свободно экономическая зона расположены в китае она посвящена в основном там работе с автомобилями но конечно она не может сравниться по своим преимуществом с дмсс в силу того что все-таки свободно экономические зоны является частью такого более крупного скажем так правового ландшафта того или иного государства и преимущество которое они дают как правило все-таки тоже ограничены федеральным законодательством и если в объемах арабских эмиратов была сделана изначально ставка на развитие этих свободных экономических зон и для них практически отдельно писалось там гражданское законодательство потому что для них например изначально была возможность регистрации компании со стопроцентным иностранным капиталом в отличие от компании зарегистрированных условно как это называется мэйланд на материке вне фризон вот то в китае это несколько по-другому и там валютные ограничения как правило распространяются и на свободные экономические зоны расположены на территории материального китая что здесь следует отметить четыре свободные экономические зоны из 10 вообще располагаются в объемах арабских эмиратов одно из таких последних свободных экономических зон которые развиваются в это кизат это свободно экономические зоны расположены в эмирате дубай аджман фризон это тоже ну и в общем-то хориан фризона в сорте что если тут отметить что специалисты нашей компании уже это имеет опыт регистрации компании во всех этих четырех свободных экономических зонах это не обязательно я или максим у нас достаточно большой штат том числе где на хоробских эмиратов поэтому здесь где бы вы не приняли решение регистрировать компанию мы конечно всегда сможем вам помочь в том числе кстати не только где на хоробских эмиратов и в доляне и на маврике я тоже достаточно большие традиционно хорошая связь переходим к нашему следующему слайду да ну давайте так поговорим несколько теории внесем до переходя уже непосредственно к деталям то есть что такое свободно экономические зоны как правило это определенная территория на определенная территория где предусмотрены те или иные налоговые таможенные или валютные освобождения сравнению с территорией другой страны есть надо отметить что в объединенных арабских эмиратов да и везде свободно экономической зоны как правило делится на designated и non designated то есть выделенные и не выделенные свободные экономические зоны разница между ними заключается в том что выделенные свободные экономические зоны как правило огорожены и с точки зрения таможенного законодательства поставки туда или импорт оттуда представляются из себя импортные экспортные операции с точки зрения законодательства обычного вне свободна экономическая зона отсрочка что едем сези это свободная экономическая зона которая но газа будет в то время как judll за крупнейшую к 시кве омическую зону которому горло на г 외cier а таким образом у нас и джон же является крупнейшую свободно экономической зоны как the Teen и дмсс является крупнейшей свободной экономической зоны как но он за sake не то то есть чтобы здесь не было какого-то недопонимания потому что логично что крупнейший может быть только 1 конечно а также в свободных экономических зонах как правило существует разделение по специализациям то есть например это может быть отжиман медиа сети или дуба интернет-сити или одна из последних свободных экономических зон который начало свое действие раз алихайма диджитал асос оазис то есть в данном случае у нас game сиси посвящен в большей степени торговли был посвящен при своем создании 2022 году торговли биржевыми товарами которыми хотел бы напомнить прежде всего относятся золото чай какао кофе полезные ископаемые драгоценные камни и сельскохозяйственная продукция которая конечно все больше и большую роль играет в последнее время и находится на топе повестки дня не только там эмиратов но и вообще всего мира что следует еще отметить что также настоящий момент принято к биржевым товаром по крайней мере после этой классификации который существует дим сиси также относить и криптовалюту это тоже немаловажный факт потому что не все свободные экономические зоны предполагают а какой бы ты было регулирование крипты и вот мы можем с уверенностью сказать что один сиси в том числе дает возможность получения соответствующей лицензии безусловно при соблюдении тех требований которые проявляются регулятором внутри спасибо спасибо да ну несколько слов о дим сиси уже переходя к ним уже слайдом выше чуть обозначили тематика основном 2002 году я напомню что первый свободно экономической зоны в объединенных рабских эмиратов была джавса который была зарегистрирована в 1985 году как сейчас помню 9 декабря потому что поэтому соответственно вот моего рождения соответственно мы можем сказать что это относительно молодая свободно экономическая зона безусловно есть свободно экономические зоны типа майдан которые были созданы после тоже такой интересный я надеюсь что вот вы в рамках нашего разговора будете проявлять активность писать нам вопросы на которые мы потом можем обсудить ну и как-то со своей стороны я предлагаю такой момент такой вопрос мог бы для обсуждения а вот дим сиси майдан да вот их сравнить каким-то образом тоже нас был уже выступление по поводу а майдана давайте попробуем их потом сравнить как я сказал дубай мультикоммортиз центр это нон-дезигнейтед фризон то есть свободно экономическая зона который располагается непосредственно в эмирате дубая в городе дубай и в который вы можете зайти выйти и вы не почувствуете что вы как будто подкинули объединенные арабские эмираты или что законодательство объединенных рабских эмиратов для вас каким-то образом чуть поменялось то есть это все касается конечно прежде всего там правового регулирования то есть она находится непосредственно в городе и вообще идея дим сиси заключается в том что это такое даже и это даже не знаешь свободно экономической зоны подобно джавзи это своего рода экосистема которой можно жить который можно заниматься спортом который можно вести предпринимательскую деятельность и прочее прочее то есть безусловно дим сиси является таким сказать городом в городе специализация торговли биржевыми товарами как я сказал расположена в самом центре дубая ближе к дубая и салфс как я понимаю интересный момент всего в свободно-экономических зонах убилок рабских эмиратов было зарегистрировано порядка на данный момент там 60 70 тысяч компаний из которых 23 тысячи компаний зарегистрировали 23 тысяч компаний зарегистрированы в дим сиси и еще один интересный факт что в настоящий момент порядка 150 170 компаний ежемесячно регистрируются в дим сиси это может действовать только о том какой масштаб и о том какой популярностью пользуются свободно экономической зоны для сравнения я приведу пример с джавзи в джавзи зарегистрировано всего лишь порядка семи тысяч компаний несмотря на то что джавза была создана практически на две декады раньше чем дим сиси поэтому здесь вне всякого сомнения количество компаний зарегистрированных там выбравших дим сиси безусловно но дает понимание того что это очень и очень интересный инструмент при построении на международных сделок торговли в основном биржевыми товары ну как я обозначил в том числе это может быть и крипто разумеется мы об этом поговорим попозже потому что стоимость всегда интересует наших в том числе уважаемых слушателей поговорим об этом попозже так особенно свободно экономической зоны дим сиси дим сиси как и многие другие свободные экономической зоны дают как и все свободные экономические зоны бывая дают возможность регистрации компании со сто процентов иностранным капиталом дим сиси имеет высочайшую репутацию в банковской среде в банковском секторе то есть когда мы говорили на прошлом вебинаре что одним из таких небольших недостатков у мальквейна или кому и другие свободно экономических зон расположенных северных штатах это является их такое не очень высокая репутация среди банкиров то в данной ситуации конечно дим сиси высочайшая репутация в банковской среде банковского нет налогов на личный корпоративный доход в большинстве случаев если бы мы делали эту презентацию в конце того года или даже в начале этого года то мы бы сказали что во всех случаях фирма может получить налоговый номер резидента в европрадский эмиратов это тоже достаточно новое нововиде достаточно новая относительно до 1 такая возможность я на самом деле мы бы рекомендовали ее пользоваться почему потому что если мы открываем расчетный счет не только в европрадских эмиратов он например и в россии то такой налоговый номер нам обязательно нужен он нам нужен для того чтобы мы предоставили его здесь при постановке там рынок учет 50-ю налогу для цели открытия расчетного счета в российском банке за это же достаточно становится все популярнее популярнее когда иностранные компании они открывают расчетные счета в россии связанных банках с их российскими компаниями и общем же платежи проходят гораздо быстрее вот но здесь нам следует сказать что вы выбирает это же банковская система одна из лучших коснемся этому вопросу несколько пояс нет никаких валютных ограничений и более того если бы мы предлагали какие могут быть валютные ограничения так как мы сказали порядка 23 тысяч компаний со всего мира зарегистрировано в дмсс то многие многие сделки они происходят внутри дмсс между одной компанией и другой компании зарегистрировано в дмсс поэтому здесь даже если подумаете теоретически 5-5 валютных ограничений не происходит но и потом когда уже идет внешне это могут быть платежи абсолютно в разные страны тоже никаких ограничений в дмсс не существует но и в сети также как и в геонокровске амблеза в целом а современные эффективные средства транспорта и инфраструктура все правильно более того вот как раз дмсс славится тем что там можно и жить и работать и вас есть полностью вся инфраструктура более того там можно купить и в офис себе арендовать офис интересный момент готовить к ты готовить к этой презентации сегодняшней я решил проверить а вот интересно вот все таки дмсс славится тем что нам более такая открытая свободно экономическая зона ну и в принципе биржевые сделки они подразумевают некоторую такую открытость и я зашел посмотрел в дмсс открытый реестр компании то есть любой человек без какой бы то ни было платы может зайти и подтвердить информацию о том что такая-то компания была зарегистрирована в дмсс какой у нее статус и кто является ее менеджером это важный момент потому что например в других свободных экономических зонах информация доносит несколько более конфиденциальный характер поэтому здесь в зависимости от ваших потребностей надо понимать важно чтобы директор был виден в общем доступе чтобы любой человек или желательно этого не делать для банков как правило это большой плюс потому что чем компания более открытая тема собственно говоря к ней и отношения со стороны банкиров лучше и проще открываются расчетные счета принцип одного окна при выдаче виз разрешение на работу других соответствующих запросов здесь ли тут отметить что дим сиси это как я уже сказал фактически город в городе то есть все что вам необходимо это все находится внутри дим сиси и наш последний пример регистрации компании по получению визы показал что делает там небольшую доплату за ускорение которое официально легальное который существует убью на храбских эмиратов и над дим сиси а мы можем значительно ускорить ускорить получение того же мира из айди и получить его там все недели и там 5 рабочих дней в то время как обычно занимает 7-10 рабочих дней что например не очень удобно самый пик жары бубил на храбских эмиратов а там находится тоже не всегда комфортно что же на этом все давайте дальше пойдем здесь мы заготовили один вопрос на фоне того что мы будем сравнивать дим сиси с майдан я думаю стоит ли его сейчас проговорить или мы все же обсудим позже он звучал как какие ключевые отличия дим сиси от других фризон бывает хороший вопрос сейчас давай мы ответе на общий вопрос когда вы касается отличие дим сиси вот других а свободных на миски а потом конкретно спросим по майдан история заключается в том что с моей точки зрения с моей точки зрения если мы говорили о том про у мальковин или майдан что все-таки они интересны как такая точка входа которая требует меньшего количества затрат на регистрацию администрирование компании то все-таки конечно дим сиси учитывая его специфику как центра торговли биржевыми товарами все-таки предполагает регистрацию компании достаточно крупного бизнеса до среднего и крупного то есть это малый и средний то дим сиси все-таки это среди это влияет на те затраты соотношение тех затрат и преимуществ которые получает предприниматели регистрируют компанию дим сиси дим сиси со всех сторон хорошей свободной экономической зоны но не надо забывать что часто за все хорошее придет приходится и достаточно хорошо платить то есть данным конкретно нашей ситуации дим сиси безусловно является одной из не самый но одной из самых дорогих свободных экономических зон в плане затрат на регистрацию и администрирование поэтому конечно вот это главное отличие опять же да совершенно наверное но и в то же время вы получаете самую высокую в рейтинге свободных экономических зон фризон ну опять же рейтинг имеет для вас значение принципе если мы посмотрим на западных наших партнеров до или там на китайских партнеров то они безусловно зачастую ориентируются именно на рейтинге и они при выборе того или иной юридив с они выбирают на эти почему это тоже достаточно просто объяснимо то есть люди когда держите не составляют они проводят достаточно большую аналитическую работу сравнивают разного рода критерии и очень приходит вот поэтому здесь безусловно безусловно ракет может иметь значение спасибо спасибо переходим к нашему следующему слайду да но здесь важно отметить что вид деятельности до все компании регистрируются либо с видом деятельности связано с биржевыми товарами который я уже обозначил дату это полезный ископаемый чай кофе и прочее прочее либо не связанные с этим виды деятельности но какие-то могут быть например юридические компании юридические компании либо компании представляющие услуги бухгалтерии и прочее прочее тоже могут быть зарегистрированы в дим сессии в таком случае их деятельности не будет связан с комодитис да ну соответственно они будут и отмечены как призван компании вы снова команды активить в целом компании регистрируются как лимит лобильти компании важно отметить что в отличие от других свободных экономических зон многих где нет требования к уставному капиталу или требования к уставному капиталу предъявляется зависимости от вида деятельности то владеем сессии возвращаясь к предыдущему слайду до про стоимость продаваться проценту вопроса минимальный уставной капитал составляет 50 тысяч дирхам и насколько мне известно максим ты сегодня проиграл эту информацию до непосредственно в регулировании дим сессии каждый участник должен сделать вклад не менее 10 тысяч дирхам то есть условно интересный такой подход на лизе у нас получается что у нас количество акционеров максимальный может быть 50 но в таком случае уставной капитал уже будет не 50 тысяч дирхам гораздо гораздо больше множим на каждом на 10000 получим достаточно существенную сумму уставного капитала обязательно наличие лицензии которые мы должны получить зависимости от вида деятельности ну и также существует различного рода а при пробовал и точно так же как других дату и где-то надо получать дополнительные либо до либо после регистрации компании одобрения разного рода структуру вот это касается прежде всего конечно крипто компании до компании вовлеченных в крипто деятельность блокчейн и прочие пункты здесь на это обращается большое внимание здесь до возможно еще регистрация компании с флексидеском это тоже очень хорошая опция почему потому что например в той же джавзи там сейчас нету флексидеска и соответственно приходится нести существенные затраты на аренду офисом стейшн он там стоит начиная 30 тысяч дирхам то есть проект 10 тысяч долларов в год мы должны были тратить только на офис на аренду даже это физически там мы находиться не будем вот поэтому вы он есть безусловно банкир не очень-то любит но когда мы говорим про дим сиси то это общем то несколько нивелируется своей репутации самой свободной экономической зоны да учитывая и престижность банкиры утра до открыть счет в дим сиси а вот такой вопрос можно ли дистанционно записи серьезных компаний потребуется ли визит при регистрации хороший вопрос компания в дим сиси может быть зарегистрирована полностью дистанционно а для того чтобы оформить Emirates ID безусловно туда нужно будет полететь для его оформления для там зачем медицинского теста для отпечатков сдачи отпечатков пальцев прочее прочее поэтому в целом можем сказать что дан компанию зарегистрировать можно но получить Emirates ID и после этого открыть расчетный счет для этого необходим нужно будет посетить дубай что же достаточно приятное место для посещения переходит на я пока там не будешь невозможно она не такой приятно как кажется на первый взгляд посмотрим какой тип компании выбрать и почему зависит конечно от цели регистрации предполагаемого вида деятельности желание получить ту или иную лицензию ну и выпускаем продукцию иных требования и все прочее но как мы сказали это вот как раз на разделение на те компании которые занимают увлечены в биржевые товары и те компании которые увлечены в не биржевые товары опять же ограничение при у дим сиси при работе с другим свободным экономическим зонам в эмиратах нету то есть компания условия дим сиси может совершенно спокойно приобретать услуги например юридическую характер или поведение бухгалтерского учета в другой компании у компании зарегистрирован другой свободной экономической зоне но опять же тоже такой интересный нюанс банкиры все равно любят когда сделки происходят внутри одной свободной экономической зоны поэтому это уже такой немаловажный момент тип компании как я сказал большинстве случаев это в любом случае лимит лоббилити компании за исключением редких случаев когда мы открываем бранч или филиал иностранной компании как правило это делается с целью открытия расчетного счета но опять же это достаточно такой редкий случай потому что главным преимуществом лимит лоббилити компании является ее ограничена ответственность является то что все таки выходя на новый рынок как правило компания несет на себе больше операционных рисков рисков нового какого-то там незнание того рынка на который они выходят и соответственно это может привести к тому что ответственность ляжет и на материнскую компанию филиала или бранча то есть соответственно здесь конечно чаще всего регистрируется дочерние предприятия наша компания оказывает полную перечень услуг да по администрированию компании которые включают себя и которые понадобятся вам я если мы с вами зарегистрирован компания в дубай будь кому эти центр то есть что это такое но прежде всего это консультация по текущим вопросам деятельности компании самый простой пример это налогообложение будет ли у меня налогообложение или будет дальше это вопрос по подбору фактического помещения например вы захотели там приобрести наши компании непосредственно не оказывают услуги по поиску недвижимости у нас есть партнеры которые с удовольствием подскажут помогут как это сделать помогут вам подобрать но в данном случае будем как связующее звено как такое одно окно для вашего обращения подготовка финансовой отчетности у нас уже есть пример удачные компании которые начали готовить отчетности напомню что в дим сиси в джавзи в майдане обязательное требование что компании должны ввести отчетный заверенный аудитором первый отчетный период может быть 18 принят за 18 месяцев и далее ежегодно это то о чем часто забывают сказать наши партнеры-конкуренты а когда рекламируют арабские эмираты когда продвигают это они об этом умалчивают но на самом деле мы считаем что в этом ничего криминального нету более того могу сказать что наличие отчетности заверенные аудитором всегда является огромным плюсом при работе с любыми банками и например ситуация довольно таки часто как если вы на первоначальном этапе не можете открыть расчетный счет в банке по тем или иным причинам например за рубеж но нет не только там работайте через платежную систему когда у вас уже накапливается определенного рода опыт мы готовим с вами аудированные отчеты и в таком случае мы можем уже идти в большее количество банков предоставляют отчетность показывают что мы хорошие предприниматели у которых есть прибыль и круг которых и все понятно прозрачно а что мы не занимаемся как какого-то рода не знаю сомнительными сделками что вне всякого сомнения противоречит самой концепции природе да и установкам нашей компании содействие в подборе получения необходимой лицензии то есть когда вы к нам обращаетесь мы смотрим на лист бизнеса деятельности в день сиси которых на сегодняшний момент на порядка 940 и подбираем вместе с фризоны тот который подходит наилучшим образом вам потом у нас конечно это корпоративное сопровождение деятельности компании ну и такого рода услуга как получение мира и саде здесь мы тоже безусловно сопровождаем наших клиентов на всех этапах начиная от медицинского теста и заканчивая получением мира и саде при необходимости при вашем согласии мы можем получить и мира и саде за вас для того чтобы вам не находиться лишние несколько дней в объемах равных и и потом вам его передать при удобном случае где вам будет это удобно наверно так да наши коллеги в дубае всегда будут рады вас встретить и сопроводить на всех этапах получения мира и саде а вот такой вопрос кирилл как долго обычно на практике занимает регистрация компании дубай мультиком анти сада ну вот наш последний пример показал что компания после того как мы предоставили все необходимые документы может быть зарегистрирован в течение недели тени нами 10 рабочих дней то есть то что вполне себе а реально да и как я сказал плюс к этому времени он должен добавить время на получение мира и саде ну и плюс открытие расчетного счета который в зависимости от того какой банк мы пойдем а у нас например сложились очень хорошие отношения с ими с вами то есть банком поэтому уже про банк на отдельно до следующем после после потерю переходим к нашему следующему слайду и что же репутация день сессии среди представителей банковских структур высочайше репутация среди банковских институтов мы уже неоднократно про это сегодня говорили сложно представить себе другую свободно-экономическую зону который бы банкиры относились так хорошо с другой стороны единственные вот на такую небольшую ложку дегтя внесу конечно все зависит еще от видов деятельности компании потому что надо мы прямо перед тем как регистрировать компанию общаемся с банкирами спрашиваем как чтобы они хотели например для торговли автомобилями нам рекомендовали там дубай вол трейд центр зарегистрировать компанию в конкретном случае вот поэтому здесь смотрим возможность открытия расчетного счета в любом банке объемных рабских эмиратов дмсс это бренд возможность покупки или аренды офиса непосредственно в дмсс и удобное расположение для сотрудников компании объясню почему я уже эти два момента казал казалось бы да кирилл зачем нам покупать недвижимость там или зачем она там арендовать и реального же средства можно сделать хочу обратить ваше внимание что открытие расчетного счета зависит от совокупности факторов а не только регистрации компании в той или иной свободной экономической зоны возможно после нашего такой презентации до сложилось такое ошибочное мнение что но если я зарегиструю компании в дмсс то все не будут рады и мне особо напрягаться там ничего не надо я пойду в любой банк мне сразу откроют нет к сожалению не так безусловно банкиры при проведении своих процедур комплайнс диджинс новую client и все прочее прочее то есть они вне всякого сомнения смотрят и на так называемое экономическое присутствие и чем его больше тем с большей долей вероятности нам откроет расчетный счет соответственно если у вас не просто flexi офис а если у вас договор аренды например какого-то обслуживаемых обслуживаемого офиса на что называется service office а или если тем более у вас собственности находится офис и плюс к этому у вас возможно работает там один сотрудник или два сотрудника возможно один сотрудник хотя бы на партайм то безусловно это все играет все в пользу того чтобы вам открыли расчетный счет это универсальное правило я должен сказать она относится не только демси сели не только комбинаровским эмиратом но и в целом ко всем странам поэтому то что мы видим вероятнее всего все сложнее сложнее будет открывать расчетные счета на классические офшорные юрисдикции но при этом такие юрисдикции как дим сиси дубая да как гонконг они от этого будет только выигрывать потому что у них для этого есть вся инфраструктура то есть совокупность факторов увеличивает пропорционально вероятность того что банки будут более сговорчивы появление собственного офиса уже лучше свои сотрудники еще лучше да и регистрации то есть ведем от места регистрации локация регистрации дим сиси отлично офис средства арендуемый офис отлично сотрудники великолепно как я сказал касается не только дим сиси но и все другие то же самое про умолковин можно сказать если у нас есть умолковин компания там же офис там же сотрудники прекрасно большое количество банков будет рады администрировать вашу компанию помогать прекрасная фризона вот еще такой есть вопрос возможны рядами целяция да допустим других стран юрисдикции спасибо тебе большое максим отличный вопрос особенно в свете тех проблем и сложности которые мы видим в британских биргинских островах сэршельских островах каймановых островах сэршельские острова в меньшей степени данного те же британские виргинские острова которые у нас отнесение к недружественным да а для чего использовалась бивиань часто использовалась для владения активами на территории там других стран тоже кипр да то же самая ситуация часто используют для владения активами на территории там россии например и мы видим сейчас что сделки с этими компаниями фактически заблокированы у нас в россии соответственно что-то надо придумать и одним из вариантов решения безусловно является редминициляция в дружественную юрисдикцию в объем арабские эмираты и дмсс позволяет это сделать да и мы считаем что это очень даже хорошее решение в большинстве случаев когда вы хотите сохранить историю когда вы сохранить хотите сохранить свой банковский счет историю этого банковского счета и при этом поменять уйти от высокорисковых недружественных юрисдикций потому что кто знает чем там вообще закончится да то есть недавно буквально по одному из наших клиентов в великобритании у него была начата процедура принудительной ликвидации и в уведомлении прямо написано что все ваши значит активы и все прочее если вы там не прекратите будет обращена в пользу корона это можно документ который из компании с house и с кому-то тоже интересен могу вам его выгрузить посмотреть показать не то что мои какой-то фантазии а прямо настоящий документ уведомления из компании с house великобритании очевидно что это тоже и кстати тоже швейцария то же самое да то есть юрисдикции которые на протяжении там столетий была оплотом такой нейтральности да тем не менее мы видим что она всякого рода строит препятствия для там предпринимателей из россии и рейдом изоляция дружеской юрисдикцию могут хорошим решением спасения зачастую своих активов ну что же открытие расчетных счетов на компании в дмсс несколько украдем хлеб у наших друзей коллег из-за банковской группы из банковской группы да и он чеканинка прежде всего стоит сказать вообще по банке в объемах рабскими над прежде всего высочайшая степень защиты да то есть второе это возможность принципиальное открытие там расчетного счета да то есть если мы говорим например про другие финансовые центры такие как гонконг лондон нью-йорк то практически нигде там невозможно открыть расчетный счет почему потому что там просто очень сложно получить резидентство очень сложно получить там заключить там договор аренды и прочее прочее это все на эту где-то огромное количество времени и денег в юно-карабских эмиратов это можно сделать гораздо дешевле гораздо быстрее и получить не менее надежные банки чем юридических которые обозначил лучше отсутствует ограничение по воду и вы за денежных средств но до сих пор наши клиенты многие наши клиенты продолжали отправлять денежные средства из россии в банке объемах арендов там их менять и отправлять дальше безусловно следует отметить что стоит уходить от расчетов в долларах и евро потому что это становится все менее и менее удобно не только для банкиров ну и в общем то для всех такой кто их окружает потому что все больше и больше вопросов запросов приходит по этой теме со стороны банков корреспондентов которые как правило расположены в соединенных штатах америки если мы говорим про проведение платежей в американских долларах доступны тарифы на проведение банковских операций они зачастую значительно ниже чем в некоторых платежных системах которые тоже в которых мы тоже можно открыть расчетные счета и это может быть хорошим решением для прежде всего торговых компаний ну и широкий выбор банков здесь бы я наверно сделал по пометку выбор то он широкий но зависит от того чем вы занимаетесь и какие подтверждающие документы вы можете предоставить для того чтобы банкировом расчетный счет открыли вот что же давай наверное поблагодарим наших слушателей за внимание да не так нас слушали я вижу что по моему пока ни одного вопроса не задали но я надеюсь что сейчас эта ситуация исправится а пока наши слушатели думают я предлагаю вернуться к тому о чем я говорил это сравнение майдана и дим сиси вот как я сказал что что надо отметить они очень схожи между собой на мой взгляд почему потому что и майдан и дим сиси позиционирует себя именно как не просто свободные экономические зоны для ведения бизнеса но также и как своего рода лайфстайл это и там и там спорт то есть если в дим сиси больше роль отведена там фитнес центром фитнес-залом который кстати тоже могут там зарегистрированы то все-таки в майдане это сделано такой классический networking дано классический networking но как мне показалось вот такого обывательского взгляда все-таки вот это вот комьюнити она в дим сиси гораздо больше просто ввиду того что проживая количество компаний больше зарегистрировано и людей работает гораздо больше и прочее и прочее поэтому вот так но и стоимость на если сравнивая стоимость стоимость регистрация компании в вадим сиси по сравнению с майданом значительно отличается примерно в два раза дороже стоимость регистрация компании в дим сиси чем в майдане поэтому это тоже важно что же я ведь я вижу что тем не менее несмотря на то что можно тогда же на себя взяли такой функции вопросов нету надеюсь что это по той простой причине что все в нашей презентации ясно понятно а не потому что наши уважаемые слушатели несколько смущаются вот пока наши слушатели думают над вопросами то здесь наверно стоит оставить слайд с нашими контактами суда ставить ставить с нашими контактами на которую вы всегда можете обратиться написать нам позвонить лучше сначала позвоните потом писать вот отлично первый вопрос от ольги ольга здравствуйте спасибо вам большое за то что задали вопрос ну и в общем то здесь у вас рады можно ли имея компании на мэнланд открыть филиал в дим сиси арендовать офис ну можно можно открыть бранч мэнланд компании в дим сиси вопрос зачем это можно было бы делать если легче зарегистрировать новую компанию в дим сиси и которая даст вам больше возможностей с точки зрения до проведения каких-то родов финансовых операций дистанцировать их друг от друга как правило так обычно и делается одна компания в мэнланди вас может быть зарегистрирована для того чтобы предоставлять какие-то услуги резидентам объединенных арабских эмиратов в то время как компания в дим сиси как правило регистрируется для работы либо с фризонами либо для работы по глобальной по всему миру это позволит вам с высокой долей вероятности также значительно сэкономить и налогов только надеюсь что мы ответили на ваш вопрос спасибо большое спасибо большое ну что ж спасибо спасибо уважаемые слушатели те из вас отдельное спасибо те из вас вот о я вам расскажу лев пишет лев доброго дня спасибо бьем сидим сисел а вы еще долл айтенс офис перми ну здесь это несколько другой характер носит но это тоже возможно получить обращайтесь пожалуйста к нам лев будем рады вас помочь вам в этом если нужно будет им непосредством там располагаемся свяжемся с фризона и спросим в чем там в данную конкретной ситуации проблема вашем конкретно случае потому что так вот широко слишком тяжело ответить на этот вопрос напишите нам пожалуйста напишите нам просто лев на те контакты которые вы видите я хотел бы со своей стороны поблагодарить всех кто принимал активное участие подготовки этого вебинара в нашей компании максима карину спасибо вам большое мы достаточно оперативно сделали подготовили презентацию подобрали материал надеюсь который был вам интересен что еще я хотел бы сказать наверное все спасибо большое вам за ваше внимание и всего доброго до свидания надеемся увидеть вас на наших следующих мероприятиях которые вероятнее все будет посвящено в гонконгу и состоится в середине сентября и еще одно наше мероприятие которое планируется она состоится тоже вероятнее все в сентябре либо начале октября который будет посвящено как раз налогообложению в объединенных арабских эмиратов той теме которые являются наиболее тонн спасибо вам большое всем хорошего дня спасибо большое кирилл как всегда было очень интересно большое спасибо вам дорогие участники пожалуйста всегда вы можете обратиться по номерам указанным на экране на текущем слайде а также хочу напомнить что в нашем офисе дуба и всегда будут рады лично встретить вас наши управляющие партнеры партнеры компании а также в офисе на кипре пожалуйста где бы вы ни находились мы будем всегда рады вам данную конечно в москве мы будем рады вас до свидания дорогие участники спасибо спасибо Продолжение следует...